Бусыгинские чтения вновь прошли в стенах Казанского Федерального Университета. О том, как это было, смотрите в нашем следующем сюжете. В зале, где проходят самые торжественные события в жизни нашего университета. В императорском зале главного здания Казанского Федерального Университета прошла 14-я по счету конференция «Бусыгинские чтения», названная в честь известного этнографа-представителя научной школы Казанского Университета. Посвящены памяти наших учителей, наших предшественников, этнографов. Ну и в частности, имени Евгения Прокопьевича Бусыгина. Это наш учитель, наш коллега, который занимался русским населением Волга-Уралья. Среди тем поднимавшихся докладчиками в рамках конференции были История науки, этнографическое образование, историография и источника ведения, этнографические экспедиции, этнографическое музей и ведение, фольклор, праздники, обычаи и обряды. Антропология, академическая жизнь и другие аспекты материальной, духовной и социальной культуры. Сохранение и репрезентация культурного наследия в современной действительности является особенно актуальным. Объекты историко-культурного наследия, разумеется, являются прямым отражением развития самых разных народов на территории их проживания. А вопросы изучения памятников истории и культуры, как известно для Татарстана, России и мира в целом, сегодня остаются крайне актуальными. Евгений Прокопч Бусыгин всегда говорил, что национальная культура любого народа должна развиваться. А развиваться она может только в том случае, если мы, продолжатели его дела, будем действительно помнить о традициях любого народа и изучать эти традиции. Данная конференция собрала более ста участников и была приурочена к целому ряду памятных дат, имеющих отношение к выдающимся российским этнографам. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс.